Здарова! В этом видеоролике я тебе расскажу, как же правильно зайти в сам с телефона на сервер, который доступен игрокам с ПК. Я тебе расскажу, как же правильно установить, как же правильно скачать и как же правильно все настроить. Ролик смотри до конца и обязательно ставь свой палец вверх. Поехали! Итак, друзья, в описании будет ссылочка на архив, где будет находиться три папочки и один файл, Malfoy.apk. Первым делом вы все скачиваете на свой телефон этот архив. Второе, что вам нужно сделать, это взять вот файл Malfoy.apk, его разархивировать первым делом и открыть и установить. Это наш, собственно, клиент. Как только вы его установили, открываете, вас сразу же выкидывает и вы закрываете приложение. Так и должно быть. Вторым делом вы должны переместить папку comrectorgames.gta.sa по такому вот адресу. Не обращайте внимания, что я все буду снимать на телефон, мне так будет проще. Мы заходим в проводник, заходим на внутреннюю память и открываем папочку Android. Дальше мы заходим в папочку OBB и вот здесь вот должна находиться наша папочка в итоге. Проверяйте вот этот вот путь, внутренняя память Android OBB. Здесь должна находиться папочка с архива, который вы скачали. По ссылочке в описании папочка comrectorgames. Внутри должно быть вот такие вот два файла, это должно вот так вот быть. Третий шаг, это нам нужно взять папочки SAMP и TXDB с архива, который вы скачали и переместить по пути. Мы заходим в Android, Data, выбираем наше приложение среди этих вот моих приложений. Вот, Comrector Games. Заходим вот сюда вот, создаем папочку Files, это обязательно, если у вас не будет. Files и вот сюда вот вы сбрасываете эти два папочки SAMP и TXDB. Вот и все, вся установка. Именно по таким адресам ваши файлы должны находиться. Если вы что-то не поняли, пересмотрите, я вроде бы все кратко и объяснил и понятно. И если вы все сделали верно, если вы первым делом скачали клиент, его установили, потом перебросили все эти файлы по тому месту, которому я сказал, вы можете открыть, собственно, GTA San Andreas. Итак, вот, у нас должно запуститься вот сам клиент, GTA San Andreas. Вот, как же нам правильно делать? Смотрим внимательно. Social Club у нас выскакивает, мы нажимаем offline, не обращать внимания на мои больные пальцы, это так надо. Короче, мы заходим в игру, мы нажимаем настройки первым делом, дальше мы заходим в установку языка и выбираем русский язык. Вот, у меня, в принципе, русский и стоит, поэтому мне можно и не выбирать дальше. Итак, дальше мы переходим в панель дисплей, ставим настройки, которые у меня, в принципе, главное, чтобы вы вырубили тени и отражение машин и субтитры. Желательно тоже вырубить, они почти бесполезные. Вот такие вот настройки делаете, назад заходите и, собственно, можете уже заходить в игру. Как же зайти в игру? Смотрите, начать игру, это начать обычное прохождение GTA San Andreas. Оно нам не нужно, чтобы зайти в сам, нам нужно зайти в мультиплеер. Вот у нас загружается сам Android. Извините меня, что-то я быстро говорю, потому что я этот ролик записывал уже четвертый раз, поэтому у меня сейчас бомбит. Итак, вот, собственно, мы коннектимся в сам, в сам. Вот, первым делом у нас коннектится к Advanced Rp Blue, потому что этот клиент я уже настроил. Итак, что же нам нужно делать? Вот вы видите регистрацию, нам это вообще не нужно. Мы открываем это вот окно и вводим сюда любые цифры, буквочки, чтобы нам главное сбросить это окно. Мы сбросили окно, так и должно быть, так и нужно. Итак, давайте мы немножко пройдемся по командам. Мы пишем команду слэш аддон, вот. И у нас есть команды, вот, connect, reconnect, ник, object и advance. Итак, первым делом, перед тем, как зайти на серию, вы пишете слэш ник и вписываете ваш ник. В моем случае у меня будет Android. Вот, Android Malfoy, у меня будет ник, я нажимаю Enter, все. New nickname, Android Malfoy, все, законнектилось, отлично. Что же дальше делаем? Объекты будут, они отключены сразу же по дефолту, поэтому мы по данному поводу вообще не паримся. Итак, дальше мы смотрим, есть команда reconnect, это то есть вы уже подключились к адвансерпоблу, вас кикнуло. Вы можете сделать reconnect, то есть написать команду, вас обратно переподключат к серверу, к которому вы уже подключались. Дальше будет ник, это я уже понял. Connect IP порт, смотрите, если, например, вы хотите зайти на какой-то сервер, то вам нужно написать connect и писать вот эти вот айпишники. Вот пишем IP адрес и обязательно у вас должен быть пробел между портом и вот этим вот айпишником, вот, как у меня. Нажимаете Enter и вас коннектится к серверу и вы отлично подключились. Но с адвансом таких вот пробел не будет, потому что специально для адванса существует такая вот команда slash advance. Мы заходим в адванс, например, мы захотели зайти, например, на третий сервер, yellow сервер, выбираем адванс 3, все, мы коннектимся уже к адвансерпйелу. Но нам, в принципе, адвансерпйелу не нужен, поэтому мы можем сразу же скипнуть. Спавн. Короче, можно, в принципе, и так скипать, но не важно. Итак, мы теперь заходим на адвансерпблу, собственно, чтобы я вам показал, что все работает, чтобы вы не подумали, что Малфой там обманщик вас обманул. Мы заходим в адванс, пишем пятый сервер, адванс 5, все, уже коннектится. Все, у нас коннект, выскакивает окно, мы впишем пароль. В принципе, я не буду замазывать свой пароль. Вот такой вот пароль впишем или свой пароль. Короче, свой пароль вписывайте, не тупите. Вот. Да ебаную мать, да сука. Ладно, давайте перезайдем, меня первый раз крашнуло, это бывает. Давайте сразу же сбросим это вот окно, далее, да, далее, все, мы сбросили. Вводим наш ник заново и опять коннектимся, только уже через команду reconnect, я вам все покажу. Ввели ник, окей, дальше мы вводим команду reconnect, если нас вот так пикнуло. Reconnect, enter, все, мы подключаемся к адвансерпблу, все. Не спрашивайте, что у меня с пальцами, не спрашивайте, почему я снимаю это на камеру. Не спрашивайте, почему я снимаю этот ролик уже четвертый раз подряд, пожалуйста. Теперь вводим мой пароль и заходим на сервер. Сразу говорю, вас может крашнуть, это бывает, это типа нормально, потому что сам клиент, это не официальный от разработчиков Ростар. Этот вот клиент делали обычные разработчики, обычные пользователи этой же ГТАшки. Вот, все, мы зашли на адванс. Мы можем писать там в чатик, нас видят, там, давайте напишем Q, вот, мы напишем Q, нас тоже все увидят. Мы можем писать команды, слэшем мен, мы можем выбрать одиннадцатый пункт. Вот вам, кстати, лайфхак, чит на деньги. Вводим одиннадцатый пункт. Вводим самый лучший промокод, malfoynablu. Вот такой вот промокод вводим. Промокода вы сможете получить 130 тысяч и ускоренную прокачку аккаунта. Вот и все, в принципе. Вот такой вот самп на ПК. Вы можете заметить, что вот здесь вот нету текстуров, которые есть на официальном адвансе. Из самого андроида нельзя вот так вот загрузить эти вот объекты. Это вот и косяк. Собственно, что еще рассказать. Вас будет очень часто крашить, это нормально. Избегайте вот таких вот популярных мест, как мэрия, банк. Туда лучше не ездите. Если вы уж хотите прокачать свой аккаунт с помощью этого способа, просто вот отбегите куда-то там в далекие места или отъедьте на велике, сейчас я вам все покажу. То есть это будет самый нормальный способ. А то если вы подъедете к мэрии, то это будет габеллой. Вот, собственно, я вроде бы все рассказал. Если у вас вдруг там не открывается этот вот архив, скачайте обязательно в плеймаркете программу RAR, чтобы она открывала ваши архивы. Чтобы вам было проще, вы можете сразу же разархивировать в нужное место. Вот. Также все ссылочки будут в описании. Вы можете скачать архив все вместе и все по отдельности. Я тоже все оставлю. В принципе, я все рассказал. Если я вдруг что-то забыл, извиняйте, потому что ролик я уже записываю четвертый раз в ПД, у меня сейчас сильно жопа горит. Поэтому, ну уж извините. Если у вас вдруг остался какой-то либо вопрос, я вам обязательно отвечу. Пишите в комментариях, либо же мне в личное сообщение ВКонтакте. Кстати, я добавляю всех друзей ВКонтакте, поэтому можете добавляться. Вот. Если вам вдруг что-то непонятно, пересмотрите видео еще раз. Если вы еще раз пересмотрели видео и вам все равно ничего не понятно. Также я оставлю вариант в текстовом виде, как же установить. Может быть, вам будет так понятнее. В любом случае, все вы найдете в описании. Играть на адвансе можно. Коннектиться к любому серверу также можно. Также, может быть, ответ на ваш вопрос будет тоже уже в описании и в комментариях. Так что обязательно это все прочтите. И обязательно лайкосик поставьте мне, за то, что я очень сильно старался. Потому что я, когда снимал, я избил себе два пальца. Не спрашивайте, как это получилось. Я четвертый раз это все записываю. У меня сейчас жопа бомбит. Поэтому, братва, ставим лайки, подписываемся на канал и спрашиваем, если что-то непонятно в комментариях. Вроде бы я все понятно объяснил. Самое главное, это первым установить клиент. Второе, это переместить папку по тому адресу, который я указал. И третье, это две папочки перенестить по адресу, который я указал. Все. Не буду вас затягивать. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. У меня сейчас жопа очень сильно бомбит. Поэтому, все. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.